Доброе утро, вы смотрите новости. Меня зовут Егор Матаев. Начинаем выпуск. Выпускники 11 классов будут сдавать ЕГЭ только по двум предметам. Напомню, в связи с пандемией коронавируса проведение единого госэкзамена решили перенести с 8 июня на более поздний период. Предметы по выбору им предстоит сдать, исходя из требований университета и факультета, на которые они хотят поступить. Причем это касается лишь тех, кто собрался учиться в вузах. Для остальных категорий выпускников обязательные предметы русский язык и математику проводить не планируется. В аттестат им выставят годовые отметки. Акция «Живая память и боль в глазах твоих» проходит в Алтайском крае. Краевое отделение Союза женщин России посвятило ее вдовам солдат погибших и умерших в годы Великой Отечественной войны. На Алтае сегодня проживают почти 4,5 тысячи вдов-фронтовиков Великой Отечественной. Именно они в наши дни продолжают нести память о своих мужьях-героях. Видя ролики о сохранении исторической преемственности поколений, увековечивании народного подвига в годы Великой Отечественной войны можно прислать на конкурс «Вместе мы непобедимы». Хронометраж видео не более двух минут. Сегодня последний день приема работ. С завтрашнего дня жюри конкурса проведет оценку видеороликов и определит победителей. Уже энергетики работают сегодня в Барнауле. Жители города жалуются на мошенников, которые ходят по квартирам. Мы, представляясь сотрудниками энергокомпании, предлагают жильцам купить оборудование для защиты от скачков напряжения в электросети. Под прицелом мошенников зачастую оказываются пенсионеры. В ситуации разбирался Дмитрий Дроздов. В доме по улице Диповская 25 мошенники очень четко отрабатывают свою схему. Ведь причина очень простая. 90% жителей в этом доме это пенсионеры. И пользуясь их доверчивостью, мошенники идут на все ради денег, не имея при себе ни чувства совести и ни уважения. И действительно, что может сделать пожилой человек с двумя-тремя молодыми людьми, которые в буквальном смысле нагло заходят в его квартиру? Мошенники уступляют бдительность пенсионеров и заговаривают их. Предостережение, что оборудование в квартире устарело и небезопасно, что новое оборудование будет работать как часы. После послов забирают деньги и уходят. Именно на эту удочку и попалась 60-летняя женщина, которую мошенники дождались, пока та придет из магазина и вместе с ней, под предлогом, что проверки гороэлектросети, зашли домой. Проверив напряжение, счетчики без всяких вопросов начали составлять договор. По словам Антонины Войтенко, она просто испугалась. Мне сказали, идите готовьте деньги. Ну, я пошла, приготовила. Ну, так они сказали, вообще 22, а с пенсионеров 6999. Они хотели еще вот такой поставить в комнату, а я чуть не плачу, говорю, не надо мне все уходить. А они говорят, а как же документ, это самое, уже заполненный. Я говорю, ну и что? Ну, правда, они собрались и ушли потом. Так, в течение недели только в сервисные центры Барнаульской горы электросети поступило более 10 звонков от жителей. Мошенники убеждают людей взять прибор для счетчиков, чтобы не было скачков напряжения, стоимость которого от 7 до 40 тысяч рублей. В Барнаульской горы электросети подтвердили, в квартиры людей приходили мошенники. Настоящие энергетики не приходят в дом самостоятельно, работают только по заявкам жителей. Единственная услуга, которая оказывается выездным способом, это установка приборов учета, которую потребители предварительно заказывают по телефону. Пережив стресс, Антонина Войтенко принялась за дело. С жалобой на лжи энергетиков обратилась в полицию. Свои деньги пенсионерка намерена вернуть. Сегодня специалисты горы электросети советуют, чтобы не попасться на удочку мошенников, если к вам пришли домой незваные гости. Позвоните в сервисный центр по телефону, который вы видите на своих экранах. И уточните, кто же все-таки к вам пришел, либо обратитесь в полицию. Дмитрий Дроздов, Алексей Михайлов. Новости. На этом пока все. Продолжим совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова